Катасодов Валентин Юрьевич, профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова. Кстати, мы вот здесь, в Доме телешоу, разные недели проводим свои заседания Русского экономического общества. Так что, сегодняшнее мероприятие, конечно, очень актуальное, оно очень важно не только для Сербии, но и для России. Ну и вот, хотелось бы что-то сказать из того, что еще не успели сказать, потому что сегодня, вроде бы, мероприятие посвящено именно событиям 1389 года. Это вот битва на косвом поле, это, значит, Лазарь, который национальный герой, святой. Вот, я был в Сербии только один раз, и сербские друзья рассказывали эту историю. Вот как я ее запомнил, так я вам перескажу. Просто она сегодня не озвучена была, а мне хотелось бы ее озвучить. Потому что у святого Лазаря, у вождя сербского народа, тот момент, вроде бы, как был выбор. Вот как мне рассказывали сербские друзья. Был выбор. Вы можете остаться живым. Более того, вы не просто будете живым, а вы будете править Сербией, а вы будете сербским царем, но вы будете царем здесь, на этой земле. И ваше царство будет продолжаться до тех пор, пока вы не уйдете из этой жизни. А что дальше будет уже с Сербией, с сербским народом? Ну, можно было догадываться. То есть, некое такое искушение. Да, некое искушение для Лазаря. А другой вариант. Другой вариант. Мы вас убьем. Мы вас убьем. На что Лазарь, тогда он еще не был святым, но он сказал, говорит, я предпочитаю царство Божие. Потому что, если я буду в царстве Божием, тогда есть надежда, что сербский народ сохранится. Да, мы будем под османами. Да, мы будем переживать серьезные недугоды. И все это действительно было. Были под османами, были под австро-венграми. Сейчас под англосаксами, будем так говорить. Но все это продолжается. Но ведь к сербскому народу было такое очень важное напутствие со стороны Лазаря, что все-таки царство Божие, оно первично по отношению к царству земным. Он пожертвовал этим царством земным. Тем более, что понимал, что царство земное, оно вот по времени, какой-то миг. Да. Какой-то миг. И вот это очень важно. Очень важно. Я как-то вдохновился тогда этой то ли легендой, то ли, будем так говорить, фрагментом из жития святого. Но вот мне кажется, что нашим государственным деятелям тоже надо это иметь в виду. Просто у них такой приоритет, что вот надо держаться за эту власть любой ценой. Нет, не надо держаться любой ценой. Берите пример со святого Лазаря. Потому что он понимал, что царство Божие – это вечность. Это бесконечно большее, чем вот все эти временные блага и даже иллюзии благ вот этой земной власти. Вот. Миг – это, как в нашей советской песне еще пелось, жизнь – это миг между прошлым и будущим. Так что для меня, я знаю, как-то вот этот святой очень близок. Кстати, для меня и другие сербские святые тоже очень близки. Скажем, святитель Николай Сербский. Да, Николай Сербский. Я даже выдам вам тайну. Я написал две книжки по святителю Николаю Сербскому. Ну, я никаких там Америк не открывал. Я просто популярным видом излагал какие-то идеи святителя Николая Сербского, Калимировича, вот, для того, чтобы наш русский читатель, он как-то заинтересовался, взял в руки первоисточник, вот, как-то вот так вот. И у меня много таких, вот, знаете, окрылатых фраз и святителя Николая Сербского, которые я использую в нашей повседневной жизни. Ну, например, когда там люди вздыхают, жалуются, вот тот, а тот. Я говорю, а что вы жалуетесь-то? Вспомните, как говорил святитель Николай Сербский, «Все причины на стороне человека, все следствия на стороне Бога». Что? Вы что, на Бога жалуетесь? Нет. Вы жалуетесь на себя, ищите причину, исправляете. Вот в чем дело. И много других таких, как крылатых фраз святителя Николая Сербского, которые объясняют ситуацию, моментально объясняют. Ну, еще хотелось бы сказать, что вот эта дата, 28 июня, это ведь дата, которая чудесным образом совпадает с другим событием. Это событие, если мне не изменяет память, 303 года проживительства Христова. Это дата памяти святого Вита, это святой раннего христианства. Он тоже ушел из жизни 28-го, как мученик, ушел 28-го июня из жизни. Я не буду сейчас пересказывать житие святого Виттера. Ну, в общем, он уже был святым, и его знали славянские народы, знали в России, знали болгары особенно. Вот, так что тут как-то надо тогда вспоминать и святого Лазаря, и святого Виттера. Кстати, он, святой Виттер, я полистал в житие, но он был вообще юноша, а может быть даже отрок. Вот так вот. Так что, как бы, я, по крайней мере, черпаю вот в этих житиях много такого полезного и нужного для нас, для сегодняшней жизни. Так что, жалко, конечно, что все-таки больше это празднуется в Сербии. А хотелось бы, чтобы в России это тоже так же праздновалось, как и в Сербии. Ну, уже мы начали праздновать в России. Да, ну, понятно, что празднования не какие-то там загулы, не какие-то пьянки. Это вот у сербов это принято. Я еще в Вилграде помню, вот у нас этот праздник такой спокойный, да, скромный, да. Мы больше молимся, мы там больше, это самое, рассуждаем. Вот, ну, вот не какой-то буйный праздник, так что вот. Ну, у нас сегодня тоже все было очень так, все было очень правильно, да. Так что спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо за сегодняшнее мероприятие. Спасибо вам. Спасибо. Скажите, что вы пожелали бы сербскому народу? Ну, что я пожелал бы? Я пожелал бы, чтобы сербский народ действительно помнил своих, будем так говорить, предков. И, прежде всего, конечно, таких святых, как Лазарь, как Савва и как святитель Николай Сербский. Ну, там, наверное, еще много других, но я грешным делом знаю только этих. Других я еще не знаю. Спасибо большое. Спасибо большое. Европы, как бы, немножко дистанцируется. Да. А вы-то в центре всего этого, совмещенцевого дома. Вот что. И вы при этом держитесь. Это же просто чудо какое-то. Вот рационально невозможно объяснить, как сербы держатся. Точно, точно так, да. Божья помощь. Да, точно. Крагана, ну, скажи что-то тоже для сербского народа в этот священный день, я бы сказала. Вообще, я когда узнала, что происходит такое мероприятие, мне это было очень приятно. Я эту информацию публиковала, и я увидела, что сербы сразу отреагировали, и они просто удивились. Они так рады были, что празднуется видов дан в Москве, в России. Потому что для нас Россия, это как братская страна, у нас такая любовь, чувство к России, у нас есть одна сербская поговорка, на небе Бог, на земле Россия. Поэтому мы всегда, вот и наши святые нам, как сказали, надо молиться Богу и держаться в России. Поэтому я вот тоже очень счастлива, что мы в Москве празднуем видов данных. Поздравляю.